И о ходе голосования в данном районе. Голосование проводится на 18 участках, в списках обладающих правом голоса 22 944 человека. По данным территориальной района комиссии референдума, на всех участках созданы условия для проведения голосования, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Те, кто не в состоянии лично явиться на участке, смогут проголосовать на дому. Для них подготовлены передвижные урны. Продолжаем выпуск по стране. Регулярно проветривать помещения для голосования, проводить влажную уборку. Ответственность за исполнение постановления возложена на акимов всех уровней, а также главных санитарных врачей и территориальной комиссии. Основная цель – предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди населения во время референдума. С этой целью выдвинуты пять требований. Не допускать скопления участников референдума. Обеспечить непрерывную работу системы вентиляции и кондиционирования зданий. В случае ее отсутствия – регулярное проветривание. Кроме того, нужно проводить влажную уборку с применением моющих средств. Дезинфекцию помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости. На всех участках нами розданы памятки с рекомендациями из постановления.